Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, с вами портал экзегет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского государственного педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Итак, мы погружаемся в классику экклезиаста, в одну из его самых беспросветных глав. Перед нами глава девятая. На все это я обратил сердце мое для исследования, что праведные и мудрые и деяния их в руке Божьей, и что человек ни любви, ни ненависти не знает во всем том, что перед ним. Экклезиаст 9.1 Данный стих звучит чрезвычайно своеобразно. И в следующем стихе мы увидим, перед лицом смерти у автора обессмысливается и сама жизнь, и все, что в ней. Если всем и всему одно, то получается, что и деяние наше, и выбор, иллюзия. Если Бог знает, чем это для каждого закончится, то получается, что всякое действие человека в мире предопределено и происходит не из любви или ненависти настоящих, а как бы в рамках того завода, той натянутой пружинки, которую своим ключиком завел Бог, и вот люди попрыгали по столу мироздания, чтобы немного рассмешить своего часовщика, но он знает, что когда завод закончится, все фигурки упадут на стол недвижимыми. Некоторые из иудейских толкователей согласны с таким видением. Так, например, в пересказе книги на арамийский язык в Таргуме прямым текстом в окончании данного стиха проведена мысль «Все предопределено звездами, издревле, по воле Божией». В Таолуму Хакма сказано не столь радикальное, но, в общем-то, аналогичное вещь. Обратил я свое сердце к тому, что праведники совершают иногда поступки, присущие грешникам. И ответ на это в том, что это делается не по выбору праведника. Поэтому нельзя считать, что они совершают грех. Наоборот, им это действие засчитывается как заповедь, ибо они выполняют ее по желанию Бога. А далее толкователь приводит примеры Иуда и Фомари, царя Давида и Версавии, Иосифа и его братьев, говоря, что все эти, в общем-то, мрачнейшие инциденты есть на самом деле прямое чудо Божие, а не следствие отклонения их собственной воли к злу. Вот именно этот радикальный подход толкователя, который по факту всего лишь логически продолжает мысль Соломона, позволяет нам все-таки понять, что сказанное в данном стихе есть в некотором смысле плод аффекта. Как в свое время было сказано у Давида, «Я сказал, в опрометчивости моей всякий человек ложь». То есть текст, который мы так любим преподносить как указание Священного Писания на лживость всякого человека, на самом деле плод Давидова аффекта, эмоционального взрыва, потери надежды. Так как стихом выше он указывает на обстоятельства, в которых, в общем-то, родилось в нем такое убеждение. «Я сильно сокрушен», — пишет он. То есть тяжкие обстоятельства родили в нем такое негативное переживание. Аналогично и здесь у Соломона. Холодный лик смерти, как небытия, гипнотизирует и обессиливает его. Поэтому и кажутся ему бессмысленными любые человеческие трепыхания. Не только бессильные, но с его точки зрения и предельно несвободные. Мы же видим, что Библия на тех же самых примерах говорит о свободе и ответственности человека. В своей свободе Иуда не желает исполнить долг перед Фомарию, и та обманным путем получает потомство. Так что, однако, и сам Иуда согласится, что она праведнее его. В своей свободе Давид пошлет Урию на смерть и вступит с Версавию в брак, чем вызовет негодование Божие и преснопамятный визит пророка Нафана. Но и в своей же свободе Давид раскается, чем сохранит себе жизнь. Множество примеров, безусловно, свободных решений и понесенные ввиду их принятия ответственности переполняют священные тексты. Ремаркой к этому вопросу может служить текст книги Второзакония, где Господь говорит «Восвидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Итак, высказанная мысль Соломона понятна, но не верна. «Всему и всем одно – одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы, как добродетельному, так и грешнику, как клянущемуся, так и боящемуся клятву. Это таихуда во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем и сердце сынов человеческих исполнено зла и безумие в сердце их, в жизни их, а после того они отходят к умершим». Экклезиаст 9.2.3 Антирелигиозная пропаганда часто построена на тезисе связи религий со страхом смерти. Множество монографий, целые плеяды религиоведов усилятся уверить в этом читателя. А именно в том, что страх смерти является основным оружием, основной движущей силой любой религии. Ложность данного тезиса очевидна на примере ряда поссусторонних религий, не проводящих никакой параллели между жизнью на земле и существованием в посмертии, если таковой вообще предполагается. Так Гомер утверждает, что хотя Геракл восседает на Олимпе, но по бескрайним пустошам Аида бредет его же тень в львиной шкуре. Так и Ветхий Завет практически ничего не сообщает о возможной благой участи для умершего. Был ли он праведником или грешником, все сойдут в бездну Шеола, как восклицал горюющий по своему якобы умершему сыну праведник Иаков. Он говорил, с печалью сойду к сыну моему в преисподнюю. О том-то и горюет Соломон. Это некая религиозная интуиция, его печаль в отсутствии воздаяния. И он честен. Если священные тексты не говорят о разном по смерти праведника и грешника, значит не говорят. Но Господи, как же это ужасно. Он считает, что за гробом нет разницы воздаяния. И считает это худым. Но это не отменяет его религиозность, его веру в Бога. Отсюда авторы производят необузанность страстей человеческих в этой жизни. Потому что, да, как раз столь легко и принимается в таком случае тезис «Живем один раз», способный дать оправдание любому злу. Страх смерти, страх небытия. Отсюда желание максимально погрузить себя в бытие, насытиться им, поглотить как можно больше. Экклезиаст печалится от этого. Но Богу мужа приготовлен совсем другой ответ. И Соломону, и всему человечеству. «Кто находится между живыми, тому еще есть надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают. И уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению. И любовь, ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более части. Во веки ни в чем, что делается под сонт». Четвертый, шестой стихи. Ветхий Завет настаивает на целостности человека. Плотно укоренившееся в христианском сознании представление о двусоставности или тресоставности человека во многом сформировано благодаря традиции греческой мысли. Поэтому, говоря о смерти, Экклезиаст не говорит о отлетающей душе человека, но говорит о человеке в целостности, человеке живом, деятельном и телом, и умом. И, соответственно, человеке мертвом, который, с одной стороны, не прекратил своего существования, но недеятельно у него не только тело, но и разумная часть его природы. Потому-то мертвые и не знают, так как знание – это тоже деятельность. Автор не видит ни в смерти, ни в посмертии, ни какой сколь-нибудь, хоть бледной тени блага. Бог – владыка жизни и податель благ. Где нет жизни, там, следовательно, нет ни благ, ни Бога. Лев – символ колена Иуды, символ царской династии Израиля, дома Давида. Пес же – частый ветхозаветный образ скверна. Но живой имеет возможность к движению, изменению, чего нету сколь угодно царственного мертвеца. Поэтому живой посредственности лучше, чем мертвому гению. Итак, иди ешь с весельем хлеб твой и пей в радости сердце вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим. Да будут во всякое время одежды твои светлы, и да не оскудевает елей на голове твоей. Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, которую и дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои. Потому что это доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем. Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. Седьмой, десятый стихи. Что же может Соломон предложить обескураженному читателю? Если коротко, не брать все это в голову. Неотвратимость смерти должна с его точки зрения лишь еще более насытить переживания каждого дня жизни. Этот фрагмент, кроме всего прочего, указывает на широкие интеллектуальные связи, нитями текстов, соединившие пространство Ближнего Востока. Вопросы жизни и смерти, безусловно, волновали ни одного Соломона. Поэтому книга, собственно, его и жива в веках. Они волнуют и волновали огромное множество людей. Но есть у Соломона и литературный предшественник, Гильгамеш, в тексте аккадской поэмы, названный «Все видавшим». Если Соломон образ мирного мудреца, испытавшего все на мирных полях, то Гильгамеш, по всей видимости, реальный воинственный царь Урука, правивший в 27-м столетии до Рождества Христова и бывший для Соломона такой же древностью, как Соломон для нас. В эпосе Гильгамеш представлен как культурный герой. Он возводит стены городов, плывет на Ливан за кедрами для строительства, совершает множество мифических деяний, как, например, дружит со зверочеловеком Энкиду, уничтожает стражей ливанских лесов, чудовища Хумбабу, быка, спустившегося с неба, ну и далее. Но множество его подвигов лишь прелюдия к главному вопросу книги. Все оказалось по плечу молодому царю Урука, пока у него на руках не умирает его друг Энкиду. Нельзя сказать, что опыт смерти был неизвестен Гильгамешу. Он сам слишком часто предавал ей. Но здесь опыт смерти стал близок к царю. Отсюда начинается основная история эпоса. Ответ на вопрос о жизни и смерти. Герой пытается обрести бессмертие, для чего желает найти Утнапиште, месопотамский образ Ноя, спасший людей и животных от насланного богами потопа. За проявленную смелость и мудрость боги одарили того бессмертием. Вот к нему за рецептом вечной жизни и спешит Гильгамеш, как написано, «И я не так ли умру, как Энкиду? Тоска в утробу мою проникла. Смертью страшусь и бегу в пустыню. Под власть Утнапиште, сына Убартуту. Путь я предпринял, иду поспешно». Но все сверхъестественные существа, которых он встречает на пути, убеждают его в абсолютной тщетности данного предприятия. Самая развернутая проповедь принадлежит здесь Сидури, кравчий богов. На ее удивленный вопрос, как он достиг пределов земли, где она обитает, герой указывает на главный свой побудительный мотив. Поэма говорит, «Устрашился я смерти, не найти мне жизни. Энкиду, друг мой любимый, стал землей, так же, как он, и я, не лягу ли, чтобы не встать во веки веков». И ответ Сидури слово в слово повторит через века мудрейший из царей Израиля. Вслушаемся в слова распорядительницы божественных перов. Она говорит, «Боги, когда создавали человека, смерть они предопределили человеку, жизнь в своих руках удержали. Ты же, Гильгамеш, насыщай желудок, днем и ночью да будешь ты весел, праздник справляй ежедневно, днем и ночью играй и пляши ты, светлы да будут твои одежды, волосы чисты, водой омывайся, гляди, как дитя твою руку держит, своими объятиями радуй подругу. Только в этом дело человека». Однако разница тысячелетий мировоззрений положила свою печать на текст Соломона в одном из существеннейших посылов, отличающийся от увещеваний Сидури. Богиня предлагает человеку принять положение вещей и жить, как живется, максимально насытив жизнь благами. Соломон в начале и в конце этого отрывка «Верен себе и завету». Он указывает в начале «Итак, иди ешь с весельем хлеб твой и пей в радости сердце вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим». А в конце фрагмента «Которую дал тебе Бог под солнцем». Суть и смысл завета в исполнении заповеди для хождения перед Богом в чистоте и правде, ввиду чего Бог и будет благоволить к делам твоим. И на это автор указывает «Хлеб и вино, жена и благополучие в руках благословляющего имя Бога». Казалось бы, получается, он практически примирился с традиционной мудростью книг-притч. Но нет. Следующие стихи вновь нарушат эту картину. «И обратился я и видел под солнцем, что непроворным достается бег, и не храбрым победа, не мудрым хлеб, и не у разумных богатств, и не искусным благорасположения, но время и случай для всех. Ибо человек не знает своего времени. Как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птицы запутываются в селках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них». 11-12 стихи. Это прямой антитезис к предыдущему стиху. Казалось бы, вот оно. То немногое счастье человеческое, но и оно столь трудно уловимо. Автор даже не говорит о каком-либо сложном замысле Творца, по какому-то ему одному понятному принципу, распределяющему благо. Речь идет не о воле, а о благодати, а о попущении Бога, о времени и случае. Это крайне мрачное заявление. Нам нелегко, но относительно спокойно жить в мире, о котором мы знаем, что он храним Богом. Более того, Христос уверил нас, что все происходящее в мире происходит не без внимания Бога. У вас и волосы на голове все сочтены. И так не бойтесь, вы дороже многих малых птиц, говорит он. Но экклезиаст живет совсем в другом мироощущении. Он видит ряд феноменов, искренне силится их понять, но не приходит к какому-то однозначному пониманию, поэтому и оставляет их в том виде, в котором сумел осмыслить. Ну, например, если непонятно, почему не каждый раз храбрейшему досталась победа, то все, что может вне Божьей откровения это объяснить, это случайность, стечение обстоятельств. Напомню, так не считает Христос. Вот еще какую мудрость видел я под солнцем, и она показалась мне важную. Город небольшой, и людей в нем немного. К нему подступил великий царь, и обложил его, и произвел против него большие осадные работы. Но в нем нашелся мудрый бедняк, и он спас своей мудростью этот город, и однако же никто не вспоминал об этом бедном человеке. И сказал я, мудрость лучше силы, и однако же мудрость бедняка пренебрегается, и слов его не слушают. 13-16 стихи. Многие толкователи пытались увидеть здесь параллель с реальными событиями. От библейского повествования о мудрой женщине, даже неизвестной по имени, предотвратившей разрушения Авель-Беф-Махи, это вторая книга царств, до Архимеда, спасшего Сиракузы. Хотя, конечно, для соотнесения книги к периоду Соломона это будет грубым анахронизмом. Но, в общем-то, не суть, о каком событии говорит автор. Важен смысл предложенной им притчи. Мудрость не только перед Богом, но и перед людьми может оказаться дороже и важнее славы и богатства. Ведь, не обладавший ни одним, ни другим, но мудрый бедняк смог спасти город. Его бедность подчеркивается в притче именно ввиду того, что его слушают не из-за статуса в обществе, а лишь из-за правильности и своевременности совета. По тексту можно сделать вывод, что о бедняке никто не вспоминал после того, как он спас город. Однако же, иудейский толкователь смотрит на текст в обратном смысле, что о бедняке никто не вспоминал до случившейся осады. Похожего рода пример это Иосиф, вышедший в правители Египта из рабского состояния и тюремного заключения. До снов фараона, который никто, кроме него, не сумел разгадать, он, в общем-то, был никем. Слова мудрых, высказанные спокойно, выслушиваются лучше, нежели криков властелина между глупыми. Мудрость лучше воинских орудий, но один погрешивший погубит много доброго. 17-18 стихи. Достаточно прозрачное утверждение. Действительно, крик часто действует как катализатор. Он вызывает страх и стремительную реакцию. Начальник закричал, подчиненные засуетились, начали продуцировать какую-то бурную деятельность. Но страх слабеет со временем, а часто достаточно быстро. С ним и деятельность затухает. Иначе действует мудрая речь. Конечно, для ее принятия требуется время. Не только, чтобы услышать, но и чтобы обдумать. Но вот уже будучи осмысленной, она сподвигает человека к системным и регулярным усилиям, увенчивающимся желаемым результатом. Мысль же о грешнике, способном погубить много хорошего, будет ярко проиллюстрирована в следующей, в 10 главе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!